Приветствую всех в этот прекрасный день. Заметьте, не пошел дождь, а все почему. Потому что когда проходят конференции SkyWay, всегда хорошая погода. Привыкать к этому. Меня зовут Светов Алексей, я член правления SkyWay Capital. И сегодня я хочу охватить ту тему, на которой чуть позже я буду выступать, я думаю, на большой сцене для популяризации нашего проекта, но вне конференции SkyWay. Потому что сейчас я заметил такую тенденцию, что, к сожалению, к нам по какой-то причине мало приходят молодые люди. То есть люди моего возраста, мне 33 года, и начал развивать я SkyWay более чем 5 лет назад. То есть мне было 28. Я помню эту дату, когда я вошел в проект SkyWay, потому что тогда же я женился. То есть 5 лет, можно сказать, я женат на SkyWay и на своей жене. И действительно тот человек, который ассоциирует SkyWay с частью своей жизни, здесь может добиться колоссального успеха. И сегодня моя презентация будет о том, как взаимодействовать в социальных сетях. И я немножко расскажу историю своего успеха, как все начиналось, как я работал, и почему очень важно сейчас обращать на современные тенденции. Пожалуйста, включите презентацию про бренд. В 2014 году в начале я не услышал про проект SkyWay, потому что всегда должен быть тот правильный человек, который донесет вам информацию. Поднимите руку, кто в начале также не воспринял проект SkyWay, не сразу. Ну, то есть 50%. Я буду абсолютно честен, потому что человек, который в первый раз мне сказал о проекте SkyWay, он мне сказал ту ценность, которая для меня была бы зацепляющим фактором. И я вошел в проект SkyWay, когда мне Сергей, мой хороший друг, сказал, что Леш, обрати внимание на компанию, говорят, она будет круче Apple и Google вместе взятые. И меня это зацепило, потому что я понимал, что за компания Apple, что за компания Google, и он нашел тот язык, на котором мне очень кратко, за секунду объяснить о проекте SkyWay. И да, я посмотрел струны юницкие. А я это где-то слышал уже. Я вспомнил, что в 2014 году, ровно два месяца назад, мне молодой парень об этом говорил. Но что важно при общении с молодыми? И также молодых, ну вот этот парень, 18-19 лет, то, как вы доносите информацию и с каким стилем подачи вы это все делаете. И предыдущий оратор действительно сказал очень важную вещь, что сейчас у нас время без границ абсолютно. Сейчас вы можете связаться с Нигерией, с Австралией, с кем угодно, с кем хотите через социальную сеть. Сейчас в Facebook более 6 миллиардов людей. Даже у бедного индуса есть смартфон с экраном, и у них далеко не кнопочные телефоны. И у них нет банковских услуг, но у них есть социальные сети. И можно действительно выходить на те контакты, о которых вы даже не подозреваете. И более того, если вы не знаете иностранный язык, это тоже абсолютно не причина для того, чтобы не взаимодействовать с иностранцем, потому что есть Google-переводчик, и есть огромное обилие материалов, которые сейчас у нас переведены на другие языки. Вплоть до того, что вот сейчас наши коллеги выходят на турецкий рынок, и также основные материалы мы обязательно переведем на турецкий язык. В первую очередь, что я хотел бы сказать, когда вы будете выстраивать личный бренд, и когда вы будете начинать взаимодействовать в социальных сетях, придумайте себе образ. Вы все прекрасно понимаете, что такое создать образ, особенно девушки, женщины. Сколько минут вы проводите перед зеркалом для того, чтобы пойти на встречу, на презентацию или просто в магазин. То же самое и социальная сеть. Это ваш гардероб. И то, как вы будете там одеваться, так люди вас будут воспринимать. В первую очередь, я хочу предостеречь для того, чтобы вот именно люди после 30-ти почему-то выкладывали в социальных сетях кошечек, собачек, цветы. Но поймите, что если бы вы пошли на какую-то, ну будем говорить молодежным языком, тусовку в халате, если это, конечно, не тематическая вечеринка, там это выглядело бы как минимум странно. И это нужно также учитывать при взаимодействии с людьми в социальных сетях. Что очень важно для человека в социальных сетях? Ваш стиль жизни. Если вы занимаетесь бизнесом, если этот бизнес приносит деньги, то ему интересно увидеть стиль жизни, которым вы живете. Я более чем уверен, что некоторая часть, а может быть и вся из находящейся сегодня здесь аудитории, уже не работает на наемной работе. Поднимите руку, кто сейчас полностью сосредоточился на бизнесе Skyway. Ну то есть тоже не все, но процентов 45. И многие будут вам завидовать, многие в душе желают, потому что большая часть людей не любит свою работу, но все равно входят и мечтают о большем. И на самом деле проект Skyway это то, что может дать максимальную свободу вам и показать на вашем примере, а как же заразить своим примером тех людей, которые, может быть, не будут смотреть на моменты экологии, может быть, не будут обращать на технологии, но они придут на вас, как на человека-магнит. И вы их привлечете своим стилем жизни. Посмотрите, какую аватарку я поставил. Я меняю аватарки время от времени, но недавно я вернулся с островов, мы провели юбилей свадьбы с женой на Мальдивах, и, конечно же, я сделал фотографию там, которая характеризует мой стиль жизни. Эта фотография набрала определенное количество лайков, и это тоже очень важный показатель. И я согласен с той девушкой, которая говорила, что нужно обращать внимание, кто ставит вам лайки. Потому что лайки – это примерно, как, знаете, вы сидите за столом, вот, например, мужчины, и перед вами девушка, и она делает такие жесты, которые говорят, что вы ей интересны. Или мужчина подмигивает. Я вот не умею подмигивать, двумя глазами подмигиваю. То есть это знаки внимания. Если человек поставил вам лайк, вы уже можете начинать с ним взаимодействие. И здесь вот эта аватарка характеризует меня, как предпринимателя, успешного предпринимателя со свободным стилем жизни. Я здесь не в галстуке, я здесь не во фраке. Я здесь нахожусь в рубашке, то есть, да, я деловой человек, чем-то интересным занимаюсь, на фоне виллы. Это вилла водная, и видно, что это не какие-то трущобы, хотя даже если бы это были бы трущобы, это было бы достаточно интересно, потому что, скорее всего, это были бы трущобы, например, Африки. И человек, который будет заходить на мою страничку, он в первую очередь увидит мою аватарку. То есть это ваш аватар, это ваше отражение в социальных сетях в виртуальной жизни. Пожалуйста, не ставьте на аватар различных кошечек, собачьих супергероев, ставьте себя в лучшем образе. В этот образ также нужно вкладываться. Сделайте фотосессию, если у вас нет хороших фотографий. Сделайте монтаж. Хорошо работает, если вы представляете свой образ как такого боевого предпринимателя, лидера, просто на белом фоне. Я делал образ на белом фоне, где я выступал вот так вот примерно в профиль с микрофоном. Это отлично работало. Потому что люди видят, что я спикер, что я где-то выступаю. И они начинали сами со мной взаимодействие. Люди начнут сами вам писать, если вы будете правильно вести в социальных сетях себя. То есть первое, это то, что аватар. Второе, если говорить про ВКонтакте и про Facebook, помните, что если вы не удаляете из истории, вот, допустим, так, у нас каска работает. Да, работает. Если есть определенная история фотографий, и вы ее не скрываете, то все будут это видеть. Здесь 4 фотографии отображают мою жизнь. То есть это моя семья, это закат в каком-то прекрасном месте. Я люблю море, люблю перемещение, свободу. Это технологии. В данном случае это технология Skyway. И это человек, движитель, с которым я вот в обнимку так стою. И люди будут задавать вопрос, возможно, а что там за мужик, когда ты с ним обнимаешься? Кто это такой вообще? После того, как они начнут со мной общаться, были уже такие случаи на самом деле. И я буду рассказывать, что этот человек, который создал туда технологию, я начну заводить контакты, и начну заводить разговор. Если посмотреть на Facebook, эту социальную сеть я использую для взаимодействия с иностранцами, то здесь также можно оформить свой профиль и на фоне поставить ту фотографию, опять же, которая отображает вас как человека, вашу деятельность. Сразу объединяет все. Это очень важно, потому что на это, в первую очередь, смотрит человек. Здесь та же самая аватарка. И более того, в социальных сетях я сделал одинаковые названия. То есть вот, вы видите, в ВКонтакте, в Инстаграм и в Фейсбук я задумался насчет того, чтобы сделать Эликвер офишал. Почему Эликвер офишал? И вообще, почему Эликвер? И да, можно себе придумать цепь доним, потому что в виртуальной жизни многие знакомые, когда я развивал бизнес Skyway в 2015 году, узнали меня как Эликвер. Я могу расшифровать. То есть все, что вы говорите в социальных сетях, нужно обосновывать. И если вы что-то пишете, нужно думать, а что вы ответите на комментарии, если вам начнут задавать вопросы. Что это не просто так вы, допустим, репостнули. Если вы что-то рассказываете друзьям, то это тоже должно отображать ваши мысли. и будут комментарии, таким образом вы можете вступить в взаимодействие с вашими людьми. Почему унифицированный такой никнейм Эликвер офишал? Почему офишал? Я не призываю там ставить точку офишал, но так как я сейчас уже запустил свой видеоблог, выхожу на такие уже медиаплощадки, как личный бренд. То есть да, я Алексей Суходоев, но для иностранцев хочу позиционироваться как Эликвер. Элик – это Алексей на английском языке Бер, это французский и переводится зеленый. В чем сила зеленого цвета? Это экология, это зеленая альтернативная энергетика, это позитив, это живучесть, это задор, и это вообще удача и радость по жизни. Таким образом, свой никнейм я заключил философию своей жизни. Кстати, многие блогеры об этом не задумываются, и они также начинают использовать, можно использовать, да, свою фамилию, но все же, если вы создаете свой личный бренд, то нужно задумываться над комплексным образом, вплоть до логотипа. И про логотип, допустим, своего видеоблога я тоже расскажу. Самое важное, на чем я хотел остановиться, и у нас, я думаю, будет в ближайшее время очень мощное обучение по Инстаграм, и я могу вам сказать, вы могли привлечь некоторое количество аудитории, даже когда вы сегодня проснулись и поехали на эту конференцию. На конференцию хотите, расскажу, как. В Инстаграм есть такая функция, как записывать короткие истории своего дня. Буквально 15 секунд это длится, и вы решаете, какой будете делать посыл. Людям интересно все в социальных сетях, они любят за вами наблюдаем, они любят посмотреть, когда вы пойдете в какое-то интересное заведение, кафе, ресторан. Мы все проживаем интересную жизнь, и если выбирать именно самые интересные моменты, то за вашим профилем будут следить 100%. И если вы, допустим, в течение недели вы упустили, что, например, вы пошли в ресторан, вы пошли гулять, вы начали просто беседовать с аудиторией, рассказывать какую-то историю, вот Давид может травить анекдоты, Давид может заражать своим задором, и Давид, допустим, через недельку может в истории показать, что, а вот, я купил автомобиль, и кому интересен бизнес вообще, чем я занимаюсь, напишите мне в сообщение, сейчас у меня есть время, я могу взять 5 новых людей. Как вы думаете, люди напишут или нет? Вот в нашей деятельности те люди, которые будут наблюдать за Давидом и анализируя количество лайков, они напишут, и даже если появится 1-2 человека, в нашем случае из них можно вырастить вначале консультантов, потом мастеров, экспертов, топ-экспертов и так далее, объяснить им принцип дубликации, и они придут именно в данном случае на то, что Давид сказал, что он купил автомобиль, и он это не скрывал, он это не куда-то в сейф запрятывал информацию, он показал, у меня есть крутая тачка, хочешь быть как я? И многие люди заразятся вашим примером, они захотят быть как вы, вы станете их мотиватором, вы будете их заряжать, даже если вначале они вам ненавижу, они будут наблюдать, они будут в щелочку, в замочную скважину смотреть, что он там делает, куда он на своем автомобиле поехал, если этот человек, допустим, с какой-то другой страны, он будет вообще интересоваться вашим пейзажем, потому что для африканца это диковинка, горы, это диковинка, снег, и вы можете общаться с иностранцами о том, что для них чуждо, о том, что для них интересно, и заражать их своим интересом. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, это те фотографии, которые вы размещаете вообще, вот когда у вас будет история аватара и так далее, это моя определенная история, вот, кстати, я говорил про аватар, на белом фоне отлично работал, аватар, вот этот отлично тоже работал это на инотрансе, в нашем юнибусе, ну и ранее аватары из моей предыдущей сетевой жизни, партнерские программы, то есть вот этот аватар, он буквально работал на парочку дней, когда, ну, где Антолий Эдуардович изображен, когда у нас шла такая акция флешмоба против троллей, то есть это 2014 год, середина, если не ошибаюсь, была, и мы в день рождения Евницкого поставили эту аватару, это очень круто сработало, и это то, чего у нас сейчас нет с вами, как у активистов Skyway по всему миру, представьте, что у нас была бы такая сила, которая смогла бы совершать одинаковые действия одновременно, когда кто-то из креативных людей что-то придумал и сказал, давайте разместим вот такой флешмоб, что такое флешмоб, это акция, когда большое количество людей делает одно и то же, но заражающее, интересное, забавное, ну, к примеру, мы просто начали бы собирать мусор и поставили бы тег на английском, что leave garbage, то есть оставь мусор или наоборот, там, допустим, safe planet, и просто начали десятки, потом сотни, потом тысячи людей делать одно и то же действие, во что это может вылиться, это может вылиться в тренд, а тренды вирусно копируют, тренды начинают вирусно распространяться, кто работает в социальных сетях и просто смотрит ютубчик и так далее видео, наверняка вы видите тренды, которые вирусно распространяются даже для людей, кто не связан с этим, они об этом узнают, например, когда с развороту били по бутылке, кто видел это видео? Никто не видел, значит, вы вирусно берете и находитесь особо, надо будет переучиваться, если вы хотите брать поток и трафик с людей незнакомых, это выход из зоны комфорта для кого-то будет, и на самом деле для меня очень важно узнать результат, а вообще смогут ли люди, которые не работают в социальных сетях сейчас перестроиться, обучиться и в первую очередь завести хотя бы аккаунт? У кого нет аккаунта в социальных сетях? Поднимите руку, не стесняйтесь. Допустим, в Фейсбуке, ВКонтакте, хорошо, в Инстаграме у кого нет аккаунта? У всех нет аккаунта? или есть? Есть. У кого есть аккаунт в Инстаграм? Ну, у многих на самом деле. Кто размещает истории в Инстаграм? А зачем вам аккаунт в Инстаграм? Что вы делаете там вообще в аккаунт в Инстаграм? Наблюдайте за другими, за друзьями? То есть вы выступаете в качестве наблюдателей и ставите лайки. А вам лайки ставят? Ставят? Вы спрашиваете? Слушай, как ты думаешь, почему мне на эту фотку поставили много лайков? Как-то начинаете взаимодействовать с незнакомыми людьми в социальных сетях? Я думаю, как минимум одна девушка начинает взаимодействовать. На самом деле мне очень приятно то, что тема была как раз вот слайд я увидел про социальные сети, потому что я уверен, что в Грузии у вас будет человек после обучения в социальных сетях, кто сможет вас научить на вашем языке, с вашим менталитетом, потому что это очень важно. Вы можете с социальных сетей людей приглашать в Телеграм. Телеграм это уникальный инструмент современный. Когда я начинал, я пообщался по скайпу. Сейчас вообще я не знаю, кто общается по скайпу. И когда я начинал, еще пользовались смс-ками. Особо вайбера там не было и так далее. Так же было и с бизнесом, когда я развивал свой первый бизнес-услуг, это агентство языковых переводов. Я просто брал трубку и звонил. Я просто шел на выставку и находил клиента. Сам ногами. Не было никакого ни трафика, ни социальных сетей, ни мессенджера. и это было, я могу сказать, долго. И самое напряженное было перезванивать человеку, а сейчас вы можете просто в день рождения отправить ему смайлик, розочку, и человеку уже будет приятно. Он спросит, это мне или зачем ты мне это отправил? Вы напишите с днем рождения. Все, больше ничего не нужно. Не нужно там дифирамбы петь. В социальных сетях происходит бизнес-сообщение, происходит ускорение. На самом деле не пользоваться социальными сетями нам, как людям будущего, которые развивают транспорт будущего, но это все равно, что ходить из одного конца города до другого в 50 пешком. И я хотел бы в своем выступлении именно призвать вас пользоваться этим инструментом. Я думаю, что научите пользоваться социальными сетями, когда вы пройдете обучение. Я думаю, вы запишетесь 100% в платную группу, где будет обучение с проверкой заданий. То есть мы сейчас подбираем команду, которая как раз-таки сможет обучать с нуля людей, желающих работать в социальных сетях. Второе, на что нужно обратить внимание, это лента новостей. То есть лента новостей, ну, давайте поиграем, что бы вы размещали, что вы размещаете в ленте новостей. Если вы развиваете проект Skyway, наверняка информацию о Skyway, верно? много, очень много. Все новости, все конференции. И представьте, что человек заходит на вашу ленту новостей, хорошо, представим, в обычной жизни, к примеру, девушка знакомится с парнем, и у нее полностью все обклеено, вся одежда, хочу познакомиться с парнем. Парень к ней вряд ли подойдет. И то же самое на самом деле с социальными сетями. Огромная ошибка. Если вы будете размещать информацию, огромное количество информации и в Инстаграм, и в Фейсбук, и в ВКонтакте, именно про ваш проект, в данном случае проект Skyway, и все, больше ничего, то люди наоборот будут отталкиваться. И люди не любят, в том числе в социальных сетях, когда им навязывают что-то. Когда им говорят, что вот Skyway, Шаржа, я не знаю, что такое Skyway, я вообще в Шаржей не был. И я вообще может быть арабские игроты не люблю. Но когда вы это будете разбавлять именно с тем стилем жизни, который вы ведете, это же не сложно сделать фотографию селфи. Вчера мы были на прекрасном закате возле монастыря. И вот с этого можно начать. То есть лучшие моменты жизни каждый день, который вы проживаете, я думаю, что вы можете отметить какой-то самый лучший момент каждого дня. И вот это нужно запечатлять в социальных сетях. Потому что этого люди ждут позитива. Они ждут какого-то развлечения. И они ждут того, чего возможно у них в жизни нет. Для этого друг за другом мы и наблюдаем в социальных сетях. И в стори можно на самом деле постить все, что угодно. Вот даже если вы просто вот так бы сейчас снимали, я рекомендую вообще вот всем у кого будет инстаграм есть инстаграм и не поленитесь заснимите видео и домой вы придете можете там подписать. Но такой крутой конференции никогда не было. Потом вы вышли допустим подышать свежим воздухом сняли бизнес центр тоже что-то написали тоже как-то сопроводили. И вот эти вот истории буквально 3-4 истории вы увидите сколько людей просмотрят из ваших подписчиков. Но самое прекрасное что могут люди смотреть не из ваших подписчиков. И если мы разработаем когда мы разработаем допустим единую стратегию то есть я понимаю что люди по натуре ленивые и возможно не все захотят это делать например региональный куратор назначает ответственного так скажем гуру см кто будет вести социальные сети в Грузии и вы объединяетесь в социальных сетях без рекламы никак и я расскажу тоже немножко как свой видеоблог не просто так люди начинают смотреть там и так далее то есть да есть определенный трамплин но все что все что идет сверх норма это уже за оплату но что самая прекрасная реклама в социальных сетях она стоит намного дешевле чем например разместить билборд чем распечатать листовки вы тратите за клик вы тратите за то что человек заинтересовался информацией о рекламе того что вы делаете и мы будем создавать вертикальные видео которые можно будет распространять и давать людям когда вначале сотни людей будут в Грузии что-то постить потом тысячи потом возможно десятки тысяч вы не заметите как половина из этой аудитории будет молодежь это произойдет автоматически абсолютно это произойдет независимо от вас потому что они там живут мы такие поколение Z поколение Y мы живем в виртуальном мире мы меньше общаемся в реальном мире я вообще по натуре интроверт то есть я боюсь стесняюсь общаться с людьми и на самом деле по мне возможно этого не скажешь но у каждого есть своя натура и современный век диктует свой стиль жизни кстати достаточно заснять только 15 секунд но вы можете нет можете снимать полностью выступление но на сторе достаточно 15 секунд главное вот другие кадры раз так Skyway навели отвели то есть тут полностью вы режиссер вообще ваша история кто-то заводит персонажи вообще я видел целую историю сериал с перчаткой девушка рассказывала какие-то новости интересные и все больше и больше людей подписывались вы видите как действуют сейчас блогеры что влияет на людей различные социальные видео то есть что берегите своих родителей все это прекрасно понимают но видео берегите своих родителей или чти свою культуру обязательно будут распространять сотни тысяч сотни тысяч людей почему потому что эта информация им близка и почему бы не репостнуть это не сложно это просто один клик а когда тысячи людей делают один клик эта информация преобразуется уже в информационное поле это того чего у нас нет как у компании сейчас продвижение социальных сетей но есть у различных криптовалютных пирамид Airbit Club и так далее OneCoin и многое многое другое они так как работает там молодежь знают как позиционировать и показывают стиль жизни продукта допустим у этих компаний нет но они показывают как они отдыхают как они путешествуют какие машины они даже не покупают а арендуют и люди воспринимают этот стиль жизни и идут на этот стиль жизни и хотят так же жить это природа абсолютно любого человека и с этим абсолютно не поспорить потому что мы с вами это общество потребления это и хорошо и плохо но эти законы действуют и я хотел бы вам посоветовать их действительно использовать так так почему-то можно тогда следующий слайд поставить а вот это я да да что-то и кстати вот прелесть социальных сетей допустим сейчас ситуация я не могу перелеснуть слайд так как я спикер то мне не комифо подходить и что-то там делать хотя на некоторые конференции когда мы только начинали развиваться я был администратором там и так далее и социальные сети будут на вас работать 24 часа сутки самая прелесть я размещаю вот сейчас я уже в Грузии вы можете постфактум размещать информацию да некоторые будут воспринимать это не очень допустим ваши друзья которые вас знают что вы живете в Грузии но потом они будут с юмором к этому относиться потому что они будут знать что вы размещаете к примеру сториз вашего отдыха потом еще в течение двух недель то есть все что вы наснимали допустим вы поехали в Испанию кто поедет в Испанию наверняка кто-то из этого зала поедет и вы начинаете снимать стори и это может работать на вас еще 2-3-4 недели я так делаю сейчас видосы с мотива я до сих пор выкладываю мне люди пишут иностранцы мне пишут о круто ты там был как там как там коралловые рифы и мы с ними начинаем разговор они не спрашивают меня всегда что о круто чем ты занимаешься хотя на самом деле когда я выстроил правильно свою ленту если посмотреть на мой инстаграм то можно понять что я живу интересная достаточно насыщенная жизнь иностранцы часто мне задавали вопрос в лоб а чем ты занимаешься я хочу так же научи меня и так как у меня сейчас нет времени выстраивать свою структуру физически то я передавал своей первой второй линии в глубину этих людей и они уже с ними работали а у вас есть время как раз сейчас это выстраиваем и повторюсь что стори будут на вас работать 24 часа и не будет никаких отказов как это было допустим со слайдами второе на что я хотел бы обратить внимание даже третье или четвертое это стори тейлинг вот так же как многие стараются не рассказывать об историях успеха почему-то люди стесняются в нашем бизнесе говорить о достижениях о том где они побывали о том что они получили вот это именно почему-то черта Skyway я это заметил в предыдущих проектах этого не было постоянно люди рассказывали здесь развивает такую мощную технологию мы боимся рассказывать о своих историях успеха и мы боимся рассказать вообще зачем я зачем я этот проект развиваю первое то что нужно сделать вконтакте это прямо домашнее задание тем кто будет развиваться вконтакте вконтакте тоже кстати можно постить история и у многих друзей больше вконтакте чем в инстаграм из вконтакте людей можно приглашать в инстаграм прямо в сайте и они будут вступать в ваш инстаграм если достаточно интересно его смотреть как минимум они посмотрят если им интересно они подпишутся закрепите на стене то что вас цепляет вашу историю с жизни кто вы такой зачем вы развиваете проект skyway и вообще почему с вами интересно общаться и подкрепите какой-то интересной фотографии лучше видео самое лучшее это записать типа как визитки и потренироваться это будет там десятки может быть даже сотни дублей но вот это видео также будет работать на вас более того таргетированная реклама то есть это реклама которая рассчитана на целевую аудиторию именно Грузии именно Тбилиси это видео тоже может работать но потом можно чуть смонтировать и в конце допустим таким отрывком показать что а вот автомобиль приобрел либо там квартиру либо поехал на отдых или что-то такое люди на это пойдут посмотрите какая у нас сейчас эпоха эпоха бизнес-тренеров эпоха успешного успеха и вот эти вот ребята они обманывают людей и зарабатывают миллионы долларов на том что вы за ними наблюдаете на том что я за ними наблюдаю я думаю что у вас есть блогеры на самом деле тот кто привлечет такого блогера в наш проект смотивирует его заинтересует в первую очередь должна быть интересная крутая подача в социальной сети например того кто развивает спортивные ставки а я видел что они у вас популярные судя по баннерам тот станет наверное через неделю топ экспертов выстроить систему мотивации выстроить какой-то розыгрыш в социальных сетях отлично работают розыгрыши пример если бы за полтора месяца до этой конференции у вас была бы активно работающая группа вконтакте либо фейсбук то есть там размещаются новости там размещается какая-то жизнь в принципе если это официальная группа пелиси грузии то там так как это не ваш бренд не нужно размещать информацию как у вас о человеке нужно жизнь команды там рассказывать различные ваши встречи различные ваши активности куда-то выехали все что интересно посмотреть людям которые потом будут присоединяться в вашу команду и к примеру лента идет идет новостей кто любит ходить в кино кто ходит в кино вообще я думаю все минимальные затраты 4 билета в кино таргетированная реклама вы можете в группу получить полторы тысячи людей вы можете забить зал на 300-400 человек пригласить кого-то из членов правления если это понадобится либо пригласить спикеров ваших местных провести первую презентацию кто-то отсеется останется 100-150 человек но вы с ними уже будете работать и взаимодействовать это работает таким образом в Нигерии выстраивают стратегию продвижения через радио там допустим фейсбук инстаграм меньше работает но там работает радио почему потому что люди слушают радио на самом деле радио это такая устаревшая социальная сеть и минус что там нельзя общаться это как пейджер знаете то есть можно на мобильный телефон сейчас набрать а раньше нам нужно было писать сообщение чтобы на пейджер вы получили сообщение я как отправил сообщение брату помню Дима сходи за хлебом я звонил оператору и на пейджер он получал это сообщение такой деловой предприниматель брат написал сходи за хлебом и таким образом на радио так же поэтому люди звонят и задают вопросы поэтому люди участвуют в различных опросах почему потому что это им как минимум интересно и увидят то что у нас достаточно мало молодежи увидев то что к нам такое вот непонятное отношение блогеров и так далее а почему непонятное отношение блогеров как вы думаете полистайте инстаграм текст skyway наберите какая там подача на картинке которые там указаны с непонятным шрифтом на ленту которую ты смотришь skyway 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 а что там за человек вообще а может быть там девушка с бородой сидит а может быть там маньяк какой-то а может быть там инфобизнесмен который хочет меня развести люди не напишут и так как такая подача информации информационное поле глобальное у нас сформировано что мы для вот этих успешных популярных людей сейчас неинтересно и первое то что я лично начал продюсировать двигать анализируя крипторынок и почему он взорвался крипторынок потому что там крутая молодежная подача почему начали двигаться вот эти криптовалютные пирамиды потому что они начали использовать те тренды те способы которые использовали ICO которые использовали проекты которые использовали сайты с биткоин Там уже совершенно другая подача, и сами молодые делают эти сайты для того, чтобы продавать для молодых, для людей другого возраста, для того, чтобы привлекать в эту индустрию, но сразу сформировав бренд современной индустрии. Для этого появился сайт, я его называю «Космический лендинг», мы с коллегами называем его рабочее название. Это крайний лендинг, который появился. Я надеюсь, что все знакомы с этим лендингом, он на таком фиолетовом фоне. Часть слайдов моей со мной презентации я покажу. Но этот лендинг имеет суперконверсию. Да, у нас сложный продукт, но он показывает, что, извините, мы создаем технологию не хуже, чем смартфон Apple. Пропустил рост биткоина? Пожалуйста, компании NVIDIA, Boeing, Tesla, они выросли. Во сколько вырастет SkyWay? Вопрос открытый. Интересно. Зарегистрируйся, свяжись, расскажу. И самое интересное, что в социальных сетях, непосредственно в Инстаграм, вы можете давать также таргетированную рекламу на этот лендинг. Но лучше сказывать эту рекламу с каким-то розыгрышем, с чем-то интересным, с тем, что будет улучшать и делать как-то более веселой нашу жизнь. И крайнее то, что я сделал, в этом моя коллега и партнер по обучению Наталья, я думаю, что помнит, у нас было задание Юрия Галата, и это, знаете, у меня есть тоже свои зоны комфорта, из которых не хочется выходить. Я могу привести пример. Если бы я не вышел из зоны этой комфорта, я бы, возможно, сейчас не стоял бы на этой аудитории, и, возможно, многого не было, потому что Андрей Хабратов, например, в моей третьей линии. Цепочки событий просто не было. И представьте, насколько много людей вы упустили, потеряли, не пользуясь возможностью социальных сетей. И я раздумывал, а ехать или не ехать на первую конференцию. Когда я участвовал через интернет, через скайп, через общение вконтакте, в первых различных моих проектах, где я был всегда топ-лидером, то есть какая была задача, если я куда-то вхожу, нужно добиваться высот вершин. И здесь у меня дилемма. Ехать или не ехать? Знаете, так вот на одном плече сидит один, Алексей Суходов, на другом другой, и один говорит, а нафига тебе туда ехать? Развивай все как по старинке, развивай дистанционно. Все нормально же, работает. А второй говорит, едь, потому что это, скорее всего, то, что тебе нужно, и тебе нужно там присутствовать физически. И это была моя зона комфорта. Более того, я могу сказать, что несмотря на то, что я достаточно успешно вел партнерский бизнес, несмотря на то, что я выстроил достаточно успешный традиционный бизнес, я вел такой стиль жизни, достаточно приземленный, и я в Москве боялся ездить на метро. То есть я когда на первую конференцию поехал, я даже с приложением там просто терялся, тупил, и не знал, как куда добраться, и это реально мой был выход из зоны комфорта. И то же самое для вас в социальной сети. Посмотрите на Лолиту. Кто знает певицу Лолита? Вот вы думаете, блин, там что-то этот тачкарик современный нам обещает, а это не для нас. Вот наверняка кто-то из вас так думает. Посмотрите на ее страницу. Посмотрите количество подписчиков. А как вам бабули, которые постят своих внуков и прикалываются над ними? Этот контент собирает миллионы просмотров. Контент социальных сетей требует только открытости и проявления души и сердца. Контент социальных сетей хочет, чтобы вы были честными и говорили именно, кем вы являетесь в вашей аудитории. Если вы будете проявлять какую-то фальшь, либо надевать маску, люди это почувствуют. Поэтому я запустил видеоблог, и это мой самый большой выход из зоны комфорта. Сейчас, которую цель я поставил, я хочу, я думаю, что на окраине видео я наберу 10, может быть 20 тысяч просмотров. Но цель, мы договорились с моей командой, что это уникальные, органичные просмотры, это не накрученные просмотры. И первый выпуск набрал 5000 просмотров, это проект ФС 2018. И посмотрите на шапку. Что вы видите в этой шапке? Я позиционирую себя как человек будущего. И я позиционирую себя как человек, который любит блокчейн, любит крипту. И эта обложка отражает. И даже логотип он так же отражает. И его анимация так же показывает, что это что-то современное, что-то интересное. И на самом деле в нем также заключен смысл. То есть логотип показывает меня как личность, телепорт, а я в данном случае как репортер, но телепортер. И здесь можно увидеть и смайлик, и мою любимую тему, там, космизм, скайвей, и даже какую-то старинную камеру. И вот эту зону комфорта я покину для того, чтобы привлечь реально молодежь. Я не являюсь каким-то бизнес-тренером по социальным сетям и так далее, но своим примером я буду показывать блогерам и так далее, что мы делаем определенную интересную движуху, если говорить на молодежном языке, которая все равно будет интересоваться весь мир. И все равно вы будете пользоваться этим транспортом. Поэтому я начинаю телепортацию, в первую очередь, потому что я много езжу, путешествую, то есть с утра я могу быть в Челябинске, а ночью уже будут в Тбилиси, через Баку. И таких поездок очень много. Второй смысл – это то, что все начинается с наших мыслей, все в нашей голове, и вы можете стать лучшей версией себя. В каждом из нас заключается необъятный космос. И третье – это призыв. Давайте телепортироваться и давайте поднимать свою пятую точку от стула, потому что между стулом пятой точкой доллар не пролетит. И вы не станете более счастливым, вы не станете более воодушевленным вашей жизнью, если этого не произойдет. И в этом посыл моего видеоблога своим примером, своими затратами я показываю, какой стиль жизни имеет молодой интроверт в очках, который развивает будущую триллионную компанию будущего. Это мой неподготовленный монолог. Благодарю. ПОДПИСМЕНТЫ Продолжение следует...